Добрый день, друзья мои! И вот какие новости приходят. Дело в том, что президент Беларуси оказалась на форуме, я говорю, конечно же, о избранном президенте Беларуси Светлане Тихановской, а не о этом недоразумении, сидящем там в дрозах, окружившем себя тремя миллионами бодигвардов и боящимся высунуть нос на улицу к беларусам, чтобы не услышать, что они о нем скажут. Так вот, президент Беларуси Светлана Тихановская выступила на демократическом форуме, организованном президентом США Байденом. Интересно, что одновременно онлайн находились Тихановская вместе с Дудой, президентом Польши, они выступали из одного офиса, а также другие лидеры Европы. Речь идет о президенте Франции Макроне, о канцлере Германии. Слава Богу, в Германии новый канцлер Аллилуйя Шольц. Нету больше Меркель, ура! Пример Канады Трюдо и также другие лидеры. Интересно, что за спиной у Тихановской естественно стоял БЧБ-флаг. Естественно, никакой красно-зеленой тряпки там и близко не было. И еще, знаете, вот это я где-то слышал, красно-зеленая тряпка, вот эта, которую пользуется сегодняшний день Лукашенко, говорят, закат на болоте. Первый раз услышал, было очень смешно, честное слово. Так вот, интересно, что она выступала на фоне БЧБ-флага, все остальные лидеры государств выступали на фоне своих национальных флагов. То есть, БЧБ-флаг, как и Светлана Тихановская, воспринимается в качестве официальных представителей Беларуси. А вот это вот недоразумение, которое там сидит в дроздах, вообще никак не воспринимается никем. Хотя, в принципе, я так думаю, что если он организует форум с Ким Чен Ыном, Мадуро из Венесуэлы, и еще каким-нибудь людоедом из Африки, то, в принципе, там он, конечно, будет котироваться, и среди них он будет равным среди равных. Ну, а в Европе его, увы и ах, никто не воспринимает и уже никогда не воспримет. Таким образом, Тихановская выступила, рассказала о ситуации в Беларуси, и лидеры государств наметили дальнейшие шаги по помощи народу Беларуси и, соответственно, по новым санкциям в отношении незаконного режима, оккупирующего Беларусь. Думаю, что рано или поздно московскому Вове надоест оплачивать художество незаконного белорусского, так называемого, лидера, и рано или поздно он его сольет вместе с водой туда в унитаз. А в Беларуси тогда произойдет определенная рокировка. И вот тогда посмотрим, будет ли стоять Европа на том, чтобы Тихановская все-таки возглавила Беларусь, потому что других избранных лидеров у Беларуси, в общем-то, и нет.